здравствуйте я покажу вам как быстро связать очень простой цветок вязание начинаю с цепочки из 5 воздушных петель замыкаю цепочку в кольцо провязывая в первую петлю соединительный столбик в это колечко в следующем ряду нужно провязать 10 столбиков без накида начинаю вязать с воздушной петли центр ввожу крючок провязываю столбик без накида и так 10 столбиков дальше замыкаем наш первый ряд провязываю над первым столбиком соединительный столбик далее это серединка начинаю вязать лепестки провязываю 2 воздушные петли над следующим столбиком это у нас как первый столбик над вторым нужно провязать 5 столбиков с двумя накидами 2 накида ввожу крючок под верхние петли провязываю первый столбик снова делаю 2 накида провязываю сюда же следующий столбик и так всего 5 столбиков с двумя накидами пять столбиков две воздушные петли петли над следующим столбиком соединительный столбик один лепесток связано второй лепесток снова две воздушные петли над следующим столбиком 5 столбиков с двумя накидами после пяти столбиков две воздушные петли и над следующим столбиком соединительный столбик так нужно провязать пять раз будет 5 лепестков конце две воздушные петли и соединительный столбик в самое начало все наш цветок готов ниточку обрезать спрятать на обратной стороне вот так легко можно связать цветок пряжа может быть любая но обращаю ваше внимание что лучше всего эти цветочки смотрятся на пряжи слабые крутки когда нитка вот так вот не туго закручена когда они по объеме 6 я бы сказала если взять пряжу разного цвета серединку связать одним цветом а лепесточки другими цветов то получится уже другой вариант смотрите вот такой тоже очень даже даже еще и и лучше я бы сказала и можно приделать вот такие вот висюльки и я вам сейчас покажу как их легко можно сделать смотрите когда вы заканчиваете ряд вот допустим на последнем соединительном столбике мы обычно вводим крючок и вытягиваем нитку а давайте мы эту же самую петлю перетянем на изнаночную сторону то есть я просто не спереди ввожу крючок а сзади в начало нашего ряда и вытягиваю эту петлю на изнаночную сторону последнюю наш цветок закончен можно еще разочек для того чтобы не было вот прямо с самого начала но можно самого начала вязать но мне вот больше нравится если немножко отступить от края и начать вязать чуть чуть дальше провязываем цепочку из воздушных петель цепочка кому какая нравится вот хотите вы длинные висюльки вы возьмите петель свяжите побольше хотите короткие свяжите поменьше сейчас у меня тут не как расслоилось никак я не могу это все закончить провязываю воздушные петли допустим мне нужна такая длина я связала 10 петель еще и я свяжу для шарика и можно вязать столбиками с одним накидом допустим 3 и вот в 3 петли пропускаем в четвертую провязывать много столбиков с накидом потом их как кулечка закрыть и вот будет такой вариант но я хочу вам показать еще один вот наш цепочка дальше я вытягиваю нитку несколько раз и провязываю пышный столбик закрываю этот столбик и с обратной стороны 3 петли и вот в начало вот в эту первую петлю соединительный столбик можно начать не с вытянутой петли а точно также провязать сначала 3 воздушные петли чтобы они были с одной стороны 3 петли и с другой стороны 3 петли провязывать будем в четвертую 3 пропускаю в четвертую делаю накид ввожу крючок в четвертую петлю и точно так несколько раз вытягиваю нитку обязательно накид чтобы было пышно все провязываю вместе еще раз закрепляю вот здесь 3 петли провязываю 3 петли самое начало я их присоединяю соединительным столбиком все нитку потянуть обрезать и потом спрятать внутри вот этих ниточек вот такой вариант будет на самом деле это все просто объяснять тут дольше чем вязать вот видите здесь у меня связано на панамке я оставила и не обрезанной нитку которой сердцевинка связано и ту нитку который лепесточки связаны не получились эти вот весельки разные разного цвета можно одним цветом но тогда придется второй раз присоединять эту нитку вот такой вариант очень простой цветок теперь вы тоже знаете как его вязать на этом я с вами прощаюсь подписываемся на канал оставляем комментарии обязательно поделитесь этим видео в соцсетях пусть другие тоже посмотрят я вам буду очень благодарна всем пока до новых встреч